всем привет александр синин на связи продолжаем наш курс основы программирования и сегодняшняя тема как вы догадались это функции значит сперва разбор прошлого домашнего задания давайте сделаем это быстро у нас есть array нам нужно склеить строчку из его элементов значит делаем делается это следующим образом for item in array string здесь мы делаем переменную назовем ее final string тип данных у нее string и по молчанию она пустая final string делаем как final string плюс item выводим final string смотрим все работает как задумано надеюсь у вас у всех это получилось значит давайте создаем новую закладку новую страницу называем ее функции так функция функции такие мини программы которые в которые мы можем отправлять какие-то переменные и которые нам могут возвращать какой-то результат вот давайте вернемся к нашему прошлому до нашей прошлой программе наша задача была сохранять траты пользователя расходы пользователя за день и у нас был массив который мы хранили эти расходы единственное что мы не учитывали это валюты в какой валюте вообще были траты непонятно поэтому нам нужен с нами нам нужно вообще если мы хотим учитывать валюты и при тех знаниях которыми мы обладаем с вами сейчас нам нужно использовать два массива первые это суммы массив до суммы которые мы можем переменной типа по дабл по улучшению он у нас пустой второй массив это валюты по типу стринг и тоже у нас пустой значит соответствие будет ну полное то есть первому элементу в массиве суммы будет соответствовать первый элемент в массиве то есть ну например вот давайте примем 1 руб вот так потом там потратили 10 долларов например вот это так условно все это у нас будет да и теперь уже у нас теперь у нас задача какая с вами теперь у нас задача с вами добавлять траты нашего пользователя и по итогу дня вывести весь стек что было потрачено рублей и долларов сейчас суммировать мы не будем да это будет домашнее задание для самых отчаянных у кого получится да по валютам их сортировать и суммировать то прям я задание отдельно разберу вот на публичное обозрение вынесу не очень интересно будет посмотреть но если бы мы не знали вообще да вот о существовании функции но как бы нам пришлось действовать ну естественно что ну например потратили 1 доллар надо добавлять в элемент суммы добавлять новый элемент 1 а в элемент currencies добавлять элемент дом ну это согласитесь неудобно вот потому что ну ну то есть две операции и вообще как бы ну ну логично это дело инкапсулировать да вот это для этого как раз и будем использовать с вами функцию значит что она будет делать функцию мы будем передавать два параметра добавить например назовем ее функцию вот это кстати синтакси же функции пошел добавить трату да ну просто пусть будет добавить значит открывающихся скобках у нас идут параметры функции да если функция не принимает никаких параметров то вот это просто пустые скобки и потом не потом фигурные скобки тот блок кода который будет выполнен в результате вызова этой функции в нашем случае нам нужно передать два параметра это сумма и валюта значит первый параметр сумма это параметр типа дабл через запятую второй параметр валюта параметр типа стринг и вот это дело мы запиливаем в нашу функцию добавляем сумму добавляем валюту ну и теперь уже да и теперь уже каждый раз при новой трате мы будем делать не две операции а делать одну да то есть мы будем вызывать нашу функцию и передавать ей сумму 10 валюту вот пожалуйста массив наш швейца ну и там сто сто долларов тут потратили вдруг и еще десять лет ой 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 вот видите нам говорят что функция будет вызвана сколько раз теперь нам нужна еще одна функция которая бы у нас вывела весь стек расходов на сегодняшний день да давайте ее напишем значит пишем функция назовем ее print вывести суммы print sums никаких параметров в ней не будем передавать и ничего она у нас возвращать не будет что мы не делаем цикле for да for item in sums и выводим соответственно на наши ай значит обратный слэш и здесь у нас будет sums вот так item о пробел опять слэш и в скобочках currencies и в скобочках так ой 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 мы же здесь да sums конечно же конечно то есть если мы обращаемся к элементу массива то нам нужно сделать следующему каунт минус 1 так это все должно быть да но опять же да тут очень много нюансов но с тем уровнем знаний которые у нас есть мы можем пока делать только так какие нюансы в первую очередь да если массивы вдруг не совпадут ну что такое случится и элементов в сумму будет больше чем элементов в каренсис то естественно у нас будет здесь ошибка ранда но вы давайте считать что вот у нас все идеально отработано вот ну и вообще конечно эта модель ну то есть такое так такого никто не использует вот мы в курсе изучения языка свист мы конечно рассматривая другие типы данных которые нам позволяют в принципе ну вот обойтись без таких вот как это сказать корявости да но сейчас сейчас вот до нашего раз на ней уровня знания это задача вообще и решение она вполне подходит ну и давайте конец дня мы выводим наши суммы вот пожалуйста вот он наш массив выделено то есть по умолчанию нас там был один рубль 10 долларов значит вот потом мы добавили 10 рублей потом 100 долларов и 10 евро вот пожалуйста функция примс у нас отработал значит о чем мы еще не сказали да и это в опять же в рамках нашего курса ну особого значения не имеет о том что функции могут возвращать значение да но об этом мы уже будем говорить там не вообще более детально разбирать функции мы будем разбирать в курсе программирование на языке свист а сейчас вот этого нам вполне достаточно для решения наших задач так ну все друзья значит мы мы с вами теоретическую часть вполне освоили для того чтобы уже перейти к написанию нашего приложения да этим мы как раз займемся в следующем уроке до